Друзья, доброго всем дня! Завершаем наш обзор каталогов 12-летней давности японских. Это четвертый выпуск, последний. Поговорим про компанию Orient. Знаете, я надеюсь, что это будет интересный ролик, потому что я считаю, что вот сейчас, например, Orient всё-таки уже не тот, к сожалению. Но это правда, делают они часы вот так себе, да? То есть, под крылом Seiko, мне кажется, компания испортилась. Вот здесь что-то вроде хронологии. Могу вам показать. Смотрите, вот первых часов 1951 года. Много всего разного здесь идёт. Даже есть вот Royal Orient, например, какой раньше был. И так далее, и так далее. Уже более-менее современные часы, 1963-1965 год. Ну, выглядит, по крайней мере, как современные. Так вот, Orient, я считаю, всё-таки не тот. И из актуальной линейки, пожалуй, кроме ретроградов, я ничего и выделить-то не могу. А смотрите, как было раньше. Были Orient Star, например, Retro Futur. Здесь, по-моему, их нет. Часы в форме гитары в форме внедорожника, в форме камеры, мотоцикла. Линейка Classic, линейка Sports, линейка Kingmaster. Были очень интересные дайверы. Orient Star Revolver, например. То есть сейчас всего этого, к сожалению, нет. Orient Star Dynamic. Это такая вечная классика. Не так давно ещё продавалась. Кстати, я их видел. Ну, да, приятные, приятные часики были. Так, что у нас здесь. 55-летию были выпущены несколько данных моделей. Это был 2015 год. Я, кстати, помню, одни из них у меня встречались, по-моему, в левом вот таком жёлтом корпусе. Симпатичные модельки. Но здесь стекло не сапфировое. То есть имейте в виду, если что. Мультикалендарные Oriente. И это, обратите внимание, Orient Star. То есть это не просто Oriente. Это именно Звезда Востока, премиальная линейка из Японии. С мультикалендарем в форме бочки и в обычном круглом корпусе. С мировым временем. Вот этим. Сейчас вот такого близко даже, друзья, нет. Сейчас в основном открытый баланс. Ну, я не знаю, открытый баланс, по-моему, это жестоко. Orient Star Classic у нас с вами пошёл. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, какие модели. По 50 тысяч японских иен. Очень классные трёхстрелочники, я считаю. Очень красивые. И даже есть люминофор. И на стрелках, и на метках, и указатель запаса хода всё есть. Просто шикарно. Сейчас подобный трёхстрелочник есть у Orienta. В целом, одна из немногих моделей, которые мне нравятся. Наравне с Orient Star Retrograd. Но раньше выбор был, конечно, намного больше. То есть, сейчас максимум от силы 2-3 достойных моделей классических. Раньше, посмотрите, даже женские были. Сейчас женских, по-моему, вообще у Orienta нет уже ничего. И опять же, это всё Orient Star. То есть, это именно премиальные часы. И стоят они, обратите внимание, не так дорого. Очень интересные, бачкообразные. По 60-65 тысяч японских иен. Грубо говоря, 500-600 долларов. Очень и очень интересные модельки. Ренты с запасом хода. Вот, кстати, такие модели. Я уже помню, у меня было несколько. И на тематических форумах, по-моему, вот данная модель сейчас присутствует у одного из пользователей. Он её иногда показывает. Мы вместе находили её на бывом рынке Японии. И, вы знаете, покупал я вот эту модель где-то года 4 назад. То есть, ей на тот момент было около 8 лет. И ходил в сервисный центр, проверял на герметичность 100 метров. Они свои показали без проблем. Хотя они не обслуживались, это точно. Женская механика, кстати, продавалась ещё около 4 лет назад. Какие интересные, смотрите, с указателем дня недели наверху полностью написано. День недели. Классно. Сейчас такого тоже нет, кстати. Так, здесь что-то у нас про лошадей. Спорт. Давайте посмотрим. Спортивно. Ух ты, ёлки-палки. Друзья, Клабман Хронограф. Это же такой хит. Это вы просто себе не представляете. Это одни из самых, наверное, удачных часов у Ориента. Именно с голубым циферблатом. Я помню, такие были у человека в Калининграде, у форумчанина на часовом форуме. Конечно, красота здесь и запас хода. И это механический хронограф. Посмотрите стоимость. Не просто так они 300 тысяч японских ен, друзья. Не просто так. Я вам скажу, что их очень трудно купить. Я на БУ рынке их вообще не встречал. Спортивная коллекция. Sky Sport называется. Эти часы я вообще не видел. Может быть, были не совсем они удачные. Но подобных я даже и не видел, честно вам признаюсь. Ценники по 100 тысяч японских ен. То есть, часы не дешевые. А вот и дайверы пошли. Смотрите. 300-метровый Ариент дайвер. Разве не красота? Ну, посмотрите. 150 тысяч японских ен. Это топовые часы, друзья. С апфиром. С отличным механизмом. 300 метров водозащиты. Все как положено. Даже здесь, если посмотреть. Особая конструкция корпуса. Заводная головка защищена. Раскладывающийся браслет. То есть, все как положено. И ремешок в комплекте. А вот и револьвер, друзья. Вот те часы, про которые я говорил. Дайверы 200 метров. Прозвали их револьверами. Видимо, за очень интересный и оригинальный безель. И опять же, их не найти. Но согласитесь, сейчас подобного просто нет. То есть, часы были действительно классные. И стоили они 700-600 долларов. Сомес. Здесь просто разговор. Не знаю, кто знает, что такое Сомес. Те понимают меня. То есть, вот эти часы были реально классные. Да, здесь был еще не самый лучший механизм. Например, здесь не было стоп-секунды. Но эти часы до сих пор пользуются популярностью. Их найти, особенно зеленые. Зеленые просто фантастические часы. Их очень сложно найти. Ремешок Сомес. Сомес это кожевенная японская мануфактура. Ремень делался из конской кожи. И делался он очень качественно. Я встречал часы 10-летние. И ремень был практически без износа. Outdoor Sports были у меня, кстати. По-моему, именно красные. Я их тоже видел еще пару лет назад. Тоже произвели очень и очень приятное впечатление. И за свои 45 тысяч японских йен это были прекрасные, друзья, часы. Просто прекрасные. И заметьте, здесь GMT. Сейчас, я уже вам надоел, но сейчас ничего просто подобного нет. А вот и, кстати, ретро-футур модели. Одни из моих любимых. Не знаю, будет ли здесь гитара. Потому что гитара, она вышла где-то году в 2015. Там, может быть, как-нибудь предшественники, может быть, и будут. Но давайте посмотрим. Это у нас с вами камера, мотоцикл и автомобиль. Здесь представлены. Не такие говорящие сейчас эти модели, как были после них выпущены. Но, тем не менее, вот смотрите. Камера, модель. Всё в целом понятно. Глазок камеры. Это открытый баланс. И на безеле вы видите также специальная разметка. Фотографы её узнали наверняка. Много разных моделей. Сейчас, кстати, вышла лимитка. Камера к 75-летию Ориента. Кому интересно, её можно даже заказать. Мотоциклетная модель в честь мотоцикла. Вот такая вот была тоже. Смотрите, автомобильная модель. Да, похоже, гитары здесь нет, внедорожника нет. Но вы можете посмотреть фотографии на tiktakmir.com. Есть несколько фотографий именно тех интересных ретро-футур моделей. Это Kingmaster. Это также легенда, которая перевыпускалась несколько раз. И вот в таком варианте они также были. В таком варианте я их не помню. И, по-моему, они не перевыпускались больше именно в таком варианте. Так, заканчивается каталог. Всё. Здесь виндеры часовые и шкатулки. То есть, по сути, ничего интересного. Друзья, ну что сказать. Действительно, Ориент раньше был гораздо интереснее. Были очень и очень интересные модели. Особенно дайверы, особенно классика. Ретро-футур. Было из чего выбрать. Цены были получше. Я обязательно сделаю обзор существующей линейки Рент. Вы сравните и сами многое поймёте. На этом будем заканчивать. Всем спасибо. Всем всего самого доброго. Наилучшего носите самые лучшие часы. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова